Мы готовы защищать долину. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус и Лара Крофт, которая готова убивать врагов наших мирных поселенцев. Так, где-то здесь нам нужно идти. Иди. Забираться не обязательно, я думаю. Но так будет намного проще. Так будет намного проще. Вот мы и в какой-то холупке. А вот... А, мы здесь бывали. Точно, мы в прошлой серии здесь закончили тот тотем. Мы не смогли прочитать. Знание языка до сих пор у Лары низкое для него. Все, давай, давай. Меня там ждут. Меня ждет ваш король. Где, где, где? А вот... Да бегу! Да что ж ты так не торопишься? Здесь случайно не Баба Гига живет как раз. Если не прекратите огонь, мы всех убьем. У вас 30 секунд. Где Святой Источник? Говори! Стой! Оставь их, не надо! Где он? Стойте, стойте! Есть карта! Атлас! Он укажет путь! Ладно, говори, что там за Атлас. Шустро. Помповый дробовик. А у меня дробовиков носа. Неожиданно! Зачем ты женщине выдал дробовик? Мерзавец, ты этакий, а? Нас обстреливают за краю деревьев! Если ты меня слышишь, помоги нам! Да ладно, ты бронированный пацан. Да ну, конечно, тут помповый дробовик, это хорошее дело. А мы, тем не менее, ресурсы пособираем. Мы никуда не торопимся. На самом деле... Они без нас... Никуда не денутся. На самом деле, они без нас никуда не убегут. О, тут масло, что ли, можно потолочь? А, тут... Дери! Так, где тут? А, там лежат с другой стороны. О-о-о! Пулемотчики! Все готовы? Вот и ладушки, вот и икшончик подъехал. Огнеметчик? Ну, здравствуй, Эмо. Назад! Она моя! Нет, что попробуй повторить! Давай! Чую, что ты сейчас... Взорвешься, и надо тебя подальше держать. Ну, в принципе, классика жанра, да? Нужно по баллонам стрелять. Мы отходим. Сначала не слышишь. По вертолету огненными стрелами. Я их недооценил. В смысле, стрелу. На нас напали местные. С ними хрофт. Есть потери. Кто погиб, кто бежал. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит. Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Не теряй веру, Анна. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. Мое время на исходе. Вот те раз, вот те два. Я так далеко зашел. Так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути. Грехи, что заставил меня совершить на то, должна быть причина. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради нее. Ради тебя. Ради троицы. Прошу. Укажи мне путь. У него на руках раны, как будто он себя на распятии держал. Еще когда он к Анне тянул руку. Что значит делать? Я не припомню, чтобы тебя кто-то прибивал. Руками к чему-нибудь. Не говоря уже о кресте. Держись. Держись. Прости. Мне жаль, что так случилось. Это наш путь. Наш долг. Он никогда не был легким. Я понимаю, что значит терять близких. Троицы ведь не остановятся. Вряд ли. Силы у них достаточно. А Атлас? Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас. Или ради своей цели. Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением после того, как закончу с ранеными. Мне бинты нужны. Что? Яков, нам сильно досталось. Мы разбиты. И нам некого отправить в Акрополь. Я знаю. Тебе что-нибудь нужно? Я присмотрю заранее. Будем здесь. Надо им найти убежище. Потом соберем тех, кто еще может воевать. Похоже, пока Яков не договорил, этот тип не может. Но Лара на него очень внимательно смотрит. Селфи. В принципе, как раз. Дружище. Ты мне что-то хотел сказать. А ну-ка. Но Лара Кроф начинает хотя бы разговаривать с ними. Все расплывается. Прошло много месяцев с тех пор, как сердце Китежа сковали горные снега. Мы отправляли людей на поиски припасов или выживших горожан, но никто не вернулся. С ледников доносятся странные звуки. Но остался ли там кто-нибудь живой, не знаю. Возможно, это просто стонет лед. Но я не побоюсь сказать, что звук напоминает людские голоса. Быть может, это призраки воинов Пророка до сих пор сторожат обледеневшие улицы. Мы не станем больше посылать людей внутрь. Нужно признать, что и Пророк, и город для нас потеряны. Мы теперь сами по себе. Мы теперь сами по себе. Что это значит? Ее придется отнять. Прости. Нет. Нет, нельзя. Не отнимай мою ногу. Не надо. Как я буду сражаться? А иначе ты умрешь, ты понимаешь? Нога загноится. Ты этого хочешь? Что поделаешь? Ну, потерпи. Поднимай ногу. Пожалуйста. Блин, я не люблю такие моменты. Ну их нафиг. Как вы себя чувствуете? Я могу что-нибудь для вас делать? Нет. Мы просто ждем врача. Кто это? Я не узнаю. А ты просто дай мне поговорить. Знаете, что я лучше пойду врагов убивать. Или еще что-нибудь делать, но не вот это. Я думаю, Ларри тут найдется работа. Вот как раз карта архивариуса. Нам всякие цели сейчас отметят. Предметики. И будем заниматься чем-то более приятным. Более приятным. Кстати, вот здесь документы есть. Тут куча документов. Ну, пойдемте. Вот сюда. Здесь где-то ящик. По пути. Скользящая винтовочка. И мы идем вот сюда. Мы идем прямо в ад. Где-то гробница. Слева. В гробницу можно и заглянуть. Лара, ну... Из воды ты, конечно, выбираешься очень иногда. Странненько. Ну, смотрим, что здесь интересно. Поджигаем уже фонарики. Собираем ресурсы. И идем. Ну, здесь либо какой-то навык, либо еще что-то. Ну, мы откроем точно. Кстати, здесь нужно двигаться как раз по потоку. Да, здесь нужно по вот этой... Может быть, внутренней речечке. К сожалению, тут ничего нам не спрятали. Ничего так и не оставили. И будем надеяться, что что-то очень приятное. Да, все нормально тут вода была. Можно было не кричать. Внизу что-то есть, тем не менее. Тем не менее, что-то внизу есть. Это, я надеюсь, не под водой. И тут много чего. Да, нет, нет, нет. Не с дробоша же стрелять на печах. Не настолько все тут. Серьезно так. Идем вниз. Блин, красиво все. Какая-то погребальная камера. Очень красивая. Серебряная корзинка. Когда-то декоративная, но потом в ней носили зерно. Ну, а че, когда вот так вот вокруг всякого декоративного хлама полно, а жизнь не расположена к тому, что куча всего, то будешь и декорацию использовать по назначению и без. Жизнь суровая. Это Сибирь. Суровая, суровая Сибирь. О, костер здесь есть. Какое великолепие. Ну, кстати, да. Очень красиво. В скалах вот такие вот какие-то античные арки, столбы, архитектура. И прям классно нарадуется. Что мы здесь можем прокачать? Пистолет. Пока что мы можем вкачать только пистолета. Можем либо урон увеличить, либо скорость стрельбы. Давайте скорость стрельбы. Я обычно в голову стреляю с пистолетом, если до него доходит дело. Ну, а там важнее скорострельность. Все, погнали. Кто-то вломился сюда посреди ночи. Набили карманы монетами. Перевернули вазы с вином и маслом. Осквернили усыпальницу. У меня сердце разорвается, когда думаю, что кто-то из наших мог пойти на такую мерзость ради приземленной, сиюминутной выгоды. Мы должны как-то защитить это место даже от собственных братьев. Да, увы. Я могу использовать вторую катушку с веревкой, чтобы подтащить плод к берегу. Подлецы везде есть. Подлецы, к сожалению, есть всегда. У любого народа, в любом государстве. А тут еще нужно обрезать ее. Вот так вот. И теперь вот так вот. И поплыли. Здесь течение не расположено, наверное, к плаванию. Вот у нас и появилась такая задача. Играемся. Она сама рвется, даже обрезать не надо. Хотя вон там вот, мне кажется, что-то могло и быть. По предметам. Оу, а че ты так слабенько? Ты не тянешь. Ты не тянешь. Все, я тебя понял. Здесь отрезаем. И не успеваем выстрелить. И ладно, разбивайся об камень. Катушечка-то не крутится. Катушечка-то на месте стоит. Катушечка-то бесполезна. Значит, нам однозначно нужно добраться вот сюда. Воду, если мы прыгнем, добром это не закончится. Хотя, может быть, где-то вот здесь еще и закончится добром. Нет? Нет, Лара не хочет воду. Лара даже никак. И нас течение моментально начинает сносить. моментальнейший. Значит, только катушечки наша цель. Вон есть катушка. Я могу использовать вторую катушку с веревкой, чтобы подтащить плот к берегу. По поводу плота можно не перед... Вообще не паниковать, не переживать, потому что там есть еще одна тележка. То есть, это как только уйдет и унесет ее волной, унесет потоком. Тут же придет на помощь вторая катушечка и вторая тележка. Вот сюда нам, наверное, надо сейчас перебраться. Вот здесь мы что-то и можем найти. Может, мы и вдали от дома, но это еще не значит, что мы какие-то дикари. Когда любимые покидают нас, а в последнее время это происходит часто, мы провожаем их с должным уважением. Когда у нас не было винокурни, мы омывали их тела водой из озера. Когда нам не из чего было шить саваны, мы заворачивали их в шкуры. У нас с собой было мало денег, но теперь мы чеканим свои монеты и нашим благословенным умершим есть чем расплатиться за переправу в другой мир. Жаль, что цена столь высока. Для поручика. Монетки, монетки. Лара не разграбляет. Да вон он, он там. Привязан, кстати. Все нормально. А катушка-то крутится, на самом деле. Почему? Поток, неужели, такой сильный? Там есть и катушечка. Все, ладно, давай. Подгоняем. Подгоняем новый плод. На плоту есть рычаг. А этот рычаг, похоже, как раз таки был необходим. Утю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Стопы, стопы, стопы. Не вариант. Лара, снова убивайте об этой ткани. Все начиналось не так уж плохо. Мы, кстати, тут и начинаем. Все. Ждем, смотрим. Надеемся и верим. Ой-ой. Долго думал. Нужно действовать быстрее. Наверняка это, конечно, хорошо иногда, но оно не нужно наверняка. Ти-ти-ти-ти. Лара, подойди ближе. Просто вытащила телегу и на этом не закончилось. Все. Есть рычаг. Здесь мы начинаем крутить. О, да. Все-таки не хватает там силушки. Она вроде крутится, но останавливается. Вот она, вторая телега. Как раз то, что нужно. Все, отлично. Все было проще, чем казалось. Эта плюшка посередине специально была, чтобы самые алочные в любом случае туда залезли. Интересно. Они бальзамировали покойников? Ну, при этом, на самом деле, когда вот захотел сразу, не отвлекаясь на эти предметы, запрыгнуть на коня, ну, не получилось в первый раз. Непозволительно. Только со второй телеги, говорят. А в любом случае, вторая телега нужна. Золотой кубок под стать королю или пророку. Его изготовили здесь, в Ките же. Знатненькая вещь. И что мы получаем? Познание анатомии. Пять из девяти. Мы открыли. Инстинкт выживания подсказывает местонахождение сердца у зверей. Выстрел в сердце наносит огромный урон, однако звери с плотной шкурой, медведи и крупные кошки имеют иммунитет к попаданию в сердце. Нифига себе, иммунитет к попаданию. Ну, типа, шкуру не пробили. Нажмите Q, чтобы включить режим инстинкта выживания, или удержите правую кнопку мыши, чтобы прицелиться в зверя и увидеть местоположение его сердца. А у людей будет ли такое действовать? В принципе, интересный навык. Очень любопытный, я бы сказал. А обратно нам как выбираться? Таким же макаром при помощи... Нет, конечно же нет. Вот сюда, мы лезем. Вот здесь мы снова себе проложим путь. Где нету дороги, там мы ее проложим сами. Вот сюда. На самом деле, я чую, что мы выйдем... Да, откуда мы пришли, было бы намного проще сделать сразу здесь беруку. Но многого бы мы не нашли, не поплавали бы. На лодочках, как в Венеции, симпатично, романтично. В общем, романтик, одним словом. Ну, примерно, как в Венеции, да? Там же канализация, во все эти протоки, канавы, входит. то есть, ну, романтик своеобразный. Все-таки присутствует. Романтик своеобразный. Никуда не денешь. Давай в бок ворах. Чтоб поинтереснее было. Все, мы уходим, идем дальше. И идем дальше спасать. Тут интересные навыки нам выдают гробницы. Как мы можем мимо них проходить так? И еще, к сожалению, не все гробницы нам доступны. У нас нету... Эх, возможности дышать под водой. Есть еще... Много чего, что нам нужно. продолжаем движение к победе. Так, ворочкой. Вот сюда, в болото не будем тебя лишний раз загонять. Обнаружен базовый лагерь. Кстати, здесь кроликов тому же вряд ли встретим. Базовый лагерь, кстати, был обнаружен. Где-то здесь базовый лагерь. Где-то здесь базовый лагерь. А, вот она. Вот и базовый лагерь. Бевочки бегают, все прекрасно. Мирный базовый лагерь. У нас, по-моему, как раз одну очку прокачалось. Мы сейчас его и задействуем. Как бы я хотел показать тебе, какой вид открывается от моей палатки, Лара. На закате раскопки выглядят так красиво. Последний лучик солнца освещает результаты нашей работы. А потом, то тут, то там разводят костры. В лагере начинает пахнуть жареным мясом. Говорят, жарят морских свинок. Я не стал есть. Рот съел двух. Может, в следующий раз возьму тебя сюда с собой. как твой экзамен по истории? Это мое лучшее воспоминание, пап, как я была с тобой на раскопках. Особенно, когда ты доверил мне мой собственный участочек. Мне так понравилось быть частью чего-то важного. А экзамен я сдала на отлично. Экзамен я сдала на отлично. Ну, эти навыки мы использовать не сможем. Поэтому они нам не нужны. Давайте прокачаем смерть с небес. Может, когда-нибудь пригодится. Эпичненько прыгнуть и воткнуть в шею нож. Столбик. Можешь читать его. Теперь ясно. Здесь говорится о каком-то тайнике. Тайники с монетами. Ну, пока что ничего. Все, идем дальше. Теперь нас точно от этой цели ничего не отлечет. Мы готовы. Вон там бочонок какой-то, правда. Но ничего не отвлекает нас. Вот бочонка мы сходим. На бочонок мы сгонем. Вон там чуть монеток, чуть ткани, всего понемножку. Это все ради бочонка на самом деле. Все было ради бочонка. Забирайся. Видите, все просто. Просто сильно хотелось бочонок осмотреть. В бочонках бывает мед. Я очень его люблю. Так, все тихо. Все тихо. Акрополь. Тут прям все горит и пылает. Яков, тут разгром и твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней, но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединись к тебе. вот и все. Так, а еще пекер. А у меня больше не нужны. Здесь разгром. Мы идем дальше. Здесь пока что по предметам нас ничего не ждет. Мы просто двигаемся. Мы просто двигаемся вперед. Давай, Лара, цепляйся. вбок, вбок, аккуратненько, аккуратненько, и прыжок. Отличненько. Способная ученица. погнали наверх. Кстати, этот самый жумарчик в первой части, насколько помню, нам выдавали миссии определенные. А теперь сейчас его так-то можно и не получить совсем, если не купить. Я так понимаю, все попроще. Ручками, ручками, типа ласи лак. А нет, собирай монетки. Я тоже надеюсь на это. Тут есть большая-большая площадка, тут куча всего, однозначно, какие-то плюшки, но мы побежали вперед. Слышно стрельба, огонь и огонь и смерти. Горит, все горит. Что здесь за дневничок? Когда-то мы не знали ничего об обитателях долины, но теперь зовем их братьями, словно равных нам по крови. Охотники могут многое рассказать о животных долины, но они чаще говорят о смерти. А мы должны знать, что наши братья могут дать, будучи живыми. Например, в птичьих гнездах мы добываем оперение для стрел. Если ты знаешь, чего хочешь, долина дает тебе все. Долина, добрая долина. Очередной предмет для оружия. Смена особых стрел. Это я в курсе. Давай мы обычных стрел соберем. Что тут еще интересного есть? патроны, вон артефакт мы видим. Это реликварий для хранения и защиты мощи святых. Это могли быть зубы, пальцы, целая голова. Здесь должно быть мощи пророка. Пусто. Тут она бы открытая так и валялась. учитывая как этого пророка охраняли. Как о нем заботились, как о нем беспокоились. Кстати, а что там у нас по стрелам? Пострелы есть, нормально. Жить будем. Наверху мы оттуда пришли и обнаружили здесь базовый лагерь. Не зря поднимались. Можем чуть круголядать и однозначно в любом случае я предлагаю поджечь лагерь. В любом лагере она что-то рассказывает. А все лагеря лучше закончить. Мне нужны ответы. Но какой у меня есть выбор? Я не могу позволить ордену убивать этих людей. Есть черта, через которую я перешла уже давно и пути назад нет. От прошлого не уйти. Оно всегда со мной. Я должна им помочь. Очевидно, что люди якобы готовы умереть за него, а он за них. Редко встретишь такую преданность. А здесь на краю земли и подавно. Если я буду сражаться вместе с ними, то может быть Яков начнет мне доверять и объяснит что же происходит на самом деле. Вот для этого лагеря. Вот поэтому я их люблю. Зашел послушаю Ларочкины мысли. Что она вспоминает? Что она думает? И не важно что на фоне идет стрельба война и вообще там как бы все неспокойно. Всегда есть возможность посидеть у костра и спокойно поговорить. Винтовка разблокирована. Винтовку сейчас я думаю нет смысла использовать. Винтовку можно будет потом включить в лагере чтобы получить дополнительный опыт но больше от нее требовать не нужно. Винтовка хороша в голову стрелять когда нету лука а у нас есть лук значит мы справимся без не стреляйте мы пропустили будьте внимательнее блин все спокойно не переживь блин его палят сейчас а сейчас не палят можно не натягивать можно же ведь не натягивать но иногда приятно так бомбочку готовить не будем просто попытаемся отвлечь надо было не тех отвлекать значит мы чуть обойдем раз выникать блин эти двое вообще непоколебимы что-то нет я проверю у вас чисто взберет кажется там кто-то есть никого тут нету тебе показалось братиши ничего подтверждаю порядок кто-то правит на вас прикрой меня бесшумное убийство не прокатило ой ой тут тут нас сбоку блин так-то лару дергает когда они попадают ну окей значит мы сейчас сделаем все профессионально мы в курсе мы в курсе они поступят с ними жестоко так ничего там нету там ты ничего не увидишь а вот тех ребятушек я предлагаю вот так это оформить они там втроем стоят по-моему голубчики вот и все мастерица бесшумного убийства горите ребятки вот и все все было очень просто и аккуратно здесь у нас есть и стрелы здесь у нас есть и лекарства которые на самом деле у нас фулл пакет мастер куча бутылок канистры которые тоже можно на самом деле использовать как взрывчаточку ну если изучить соответствующий навык все все обгорелые наши тут больше ничего нету я так понимаю все очень-очень скудно здесь никаких предметов никаких пасхалок ничего ну и ладно по крайней мере пока что мы не видим а значит идем дальше здесь есть ящичек сломаем его запчасти нам нужны маньячила отдохните маньяки так дробовик кстати у меня уже полный пакет ты кому да ладно ты живой у тебя стрелай затылка торчит пойдем на разведку вот и ладушки вот и ладушки и ладушки зачем тут прятаться но этот парень у которого торчала стрела и затылка ну меня удивил на самом деле бешеные ребятки маньяки похоже чего-то обкурились оу ну хоть это не ловушка это по сюжету эй не пугай эти ублюдки хитрые бати по наставили тут ловушек не боись я убью все что движет просто не торопись и будь на стрёме бешеные бешеные бешеным убийством я это не назвал скрытным да ну бесшумным они орали как резаны блин они горели по-моему даже хуже они сгорели заживу бешеные сколько крови пролилось столько наших погибло может твое племя довольно настрадалось это все что мы знали я ошибалась в тебе лара скажи мне чем вам помочь нужно отвезти остальных в укрытие но вход в катакомбы перекрыт нам дадут бомбы нет с тобой все будет в порядке заперто с другой стороны нет нам не дадут бомбы помоги остальным кстати а где те трое которых я перебил я думал попытаться может есть вариант спасти тут кого они пытают пытать а тут все тихо и спокойно тут как бы в любом случае можно было послушать когда они договорят нам нужно в другую сторону вот здесь фресочка фрески они находят долину наверное им она показалась рай возможно получится открыть проход отсюда катакомбы там нас не достанут а есть тут какая-нибудь взрывчатка нет стрелять я похоже не могу да я к сожалению не могу что-то вроде оружейного склада а вот они стрелы со взрывчаткой да мне дадут стрелы со взрывчаткой неужели мы их так долго ждали вот у меня сколько их может быть 300 ну окей гранатки здесь у нас фулл комплект всего вот теперь мы можем пальнуть в них очень-очень подойдите от двери а это свои были ёжики лохматые спасибо лара они пока укроются в катакомбах я знаю что ты ищешь святой источник но мы скорее погибнем чем отдадим его твои люди уже гибнут вы не сможете защищать его вечно до сих пор удавалось но пока что я рада что мы союзники они приближаются к башне там остались люди отведи остальных в укрытие помоги им бэтвумена спешит на помощь так что у нас здесь здесь гранатки оставались я как бы хотел бы их вернуть если можно в инвентарь себе как бы гранатки пригодятся нет а нет больше гранаток ладно это было все это было все надо было не возвращаться надо было не возвращаться но любопытство взял угли так а здесь я тоже надеюсь мы можем зацепиться да а то бы так и остались прыгать как мартышки все идем наверх джунгли завода кстати здесь есть костер давайте воспользуемся этим костер очкам долгожданные разрывные стрелы у нас появились наконец-таки лара ничего кстати не говорит к сожалению мне так нравится слушать ее голос стрелы с кассетной бомбой это все хорошо можно добивание при помощи лука из качать либо бесшумное приземление давай вот так вот мы тебе вкачаем возьмем еще оружейку пистолет у нас можно вкачать и не этот ну значит нам и не нужно ну что же предлагаю на этом серию сегодня закончить продолжим спасение наших туземцев в сибири уже в следующей я думаю осталось не так уж много мы уже на пути к победе на сегодня же все спасибо за внимание до следующего видео друзья мои всем добра